Добрый день, друзья! Продолжаем вещание. И сейчас отправляемся с вами в гости в мобильную такую студию Алексея Валерьевича Журавка. Он в своем Volkswagen традиционном. Все к нему уже давно привыкли. И будем сейчас говорить, естественно, об Украине. Там много интересных событий. Кто-то вчера пошутил. Говорит, что Украина превращается в такую огромную Молдавию эпохи Плохотнюка. Только Плохотнюка на Украине зовут Коломойский. Алексей Валерьевич, приветствую! Я вас приветствую! Ну и давайте пройдемся по самым ключевым, важным, интересным точкам реперным. В том числе поговорим о тех документах, которые вы опять опубликовали и которые вызывают необыякий восторг у наших украинских партнеров. Пожалуйста. Ну, Сергей, я думаю, сами зайдете на Фейсбук, прочитаете. Конечно, то, что я вычитал и ряд примеров привел, а там 21 страница, я, конечно, в ужасе от того, что происходит в украинской армии. Воровство, грабеж, коррупция, матчасть ворует, дедовщина, доходит до убийств, где служат солдаты. Ну, там много таких ужасных случаев, что просто если сейчас в эфире рассказывать подробности, конечно, у меня аж мурашки по коже бегут. Но в конце я самое главное написал. Не надо расслабляться. В этой украинской армии очень много дебилов, которые готовы пойти воевать с Россией, продолжать войну на Донбассе. Вот что я там вот так вкратце увидел. Кому будет интересно, заходите, вы сами все увидите. Это рабочие документы, которые отправляются непосредственно наверх. Самое главное, что это все происходит непосредственно уже при Зеленском, когда он стал президентом. Да, Сергей? Алексей Валерьевич, ну вот проблемы с армией, это понятно. Мы сегодня будем с украинским журналистом разговаривать о том, что там происходит, даже не дедовщина, а как-то по-другому, когда офицеры избивают и убивают бойцов, контрактников, срочников. А вот политические моменты, ведь некоторые хвалят, говорят, смотрите, команда как меняется. Даже моя землячка, именно Жепарова, которая была замминистра информационной политики, Украины, уходит в отставку, ее отправляют, много других там всяких разных, в том числе замов Супрун, то есть отправляют в отставку. На их место приходят молодые, перспективные, с дипломами о среднем, специальном или вообще без дипломов люди, которые вот в армии не служил, но министр обороны может быть. Там экономикой не занимался, стрик бороды, но министром еще чего-нибудь экономического тоже может быть. Вот странные, интересные люди, может так и надо. Может действительно это хорошо, когда дилетанты, не знающие криминальных схем распилов и откатов, когда они не понимающие, чем занимаются профессионалы, становятся министрами. Ведь их задача политическая, а не профессиональная. Профессионалы будут лечить людей, учить детей, еще чем-то заниматься. А дилетанты, они должны красиво торговать лицом, представлять Украину на международных площадках. В общем, груши околачивать и не мешать, не лезть во внутреннюю работу, как лезла в супрун и разрешала мочить манту или там еще что-нибудь делать. Сергей, дело в том, что, понимаешь, есть мудрая пословица. Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. И все, что на сегодняшний день происходит, но цирк Клоунада Шапито продолжается. 95-й квартал забавляется. Ну и фактически страну превращает в 95-й квартал. Только вот от вот таких назначений, Сергей, рассыпется Украина. Пострадают тысячи, миллионы людей, ни в чем не повинных. Много людей выйдет с этой страны. Вы что хотите сказать, что супрун гений была? Она практически все хозяйство медицинское разрушила. Мало того, она провела, я назову, геноцид, уничтожение профессионалов, медиков, хирургов с Украины. Никому ж не секрет, что сами же они написали 75 тысяч врачей высококвалифицированных выехалов. Я не верю в эти цифры. Я общаюсь с властями и понимаю, что это больше 150 тысяч выехало, а может быть еще больше. Ну что ж, если проводится такой эксперимент над Украиной, европейскими партнерами и американцами, в том числе во главе идет такого эксперимента уничтожения страны Коломойский. Хотя Коломойский для меня является убийцей военный преступник. Он участник этой войны и трагедии. Он за каждого русского предлагал платить деньги, и бамеры были вывышены, и все остальное. Он финансировал кровь, пролитую, можно сказать, людей. Поэтому, если украинцы хотят испытать судьбу еще одну, и уже внутри они ее испытают. Я и остаюсь на своем мнении и со своим мнением, что вот посмотрите, будет гражданская война очень серьезная. Все, что с Донбассом происходило, я, конечно, прошу прощения, что грубовато скажу, это цветочки. И в Донбассе будет литься кровь. Потому что сбрасывать пар на ком-то надо. У Зеленского выхода нет. Алексей Валерьевич. А все те назначения, которые сегодня дает Зеленский, кабинет министров, одним словом сказать, я как политик со стажем, читающий, думающий, понимающий, что такое государство, я просто в ужасе. Сергей, вот просто в ужасе. Да. А что, если пар будет сбрасываться, помимо воли власти, на других территориях, в других регионах Украины? Даже с учетом того, что сейчас начнут придавливать Киев, чтобы минские соглашения выполнялись. Вот новость пришла, что нормандский формат, откладывают встречу до тех пор, пока Киев хоть что-то не начнет делать. Что-то начинать делать, это хотя бы приостанавливать боевые действия, отводить войска. А вот все эти ребята, которые подчинены, кто-то Авакову, кто-то Порошенко на прикорме сидят, вот Грымчаков всяких убирают, Туку убирают. А у них же огромное количество, скажем так, не только наемников, но и повернутых на всю голову националистов, нацистов. И нацисты эти сходят с ума. Они, возвращаясь домой, имеют много оружия. Не зря батька перекрыл границу, на замок поставил, потому что для него это и для страны опасность. Большая украинские люди с гладкостволами и с кучей всего остального. Или гладкостволами, я прошу прощения. Так вот, эти люди сейчас начнут наводить порядок революционный на свое усмотрение. По всей стране они будут ставленников Зеленского мочить по ночам. Вот взрыв был где-то на западной Украине, медиков взорвали, не самого последнего человека. То есть вот сейчас это может происходить, начать и как цепная реакция пойдет. Вот что тогда будет делать Аваков тут же? Он будет наводить порядок железной рукой или же он будет играть на стороне, чтобы остановить это, надо будет и к себе их прижать, этих нацистов, как-то консолидировать вокруг себя. Вот что делать этим людям? Сергей, вот давай так думать. Понимаешь, железная рука, она должна иметь умную голову. А в составе государственного управления должны назначаться люди, которые понимают, что такое железная рука. хозяйственник, экономист. При сегодняшней ситуации, когда страна разбалансирована, умытая кровью, хаос, это то, о чем я говорил, и плюс на фоне того, что страну продолжают и дальше колоть, раскалывать, да? Но вы не забывайте фактор. Осень-зима. Вы не забывайте фактор, что на сегодняшний день страна погружена в большую часть, в контрабанду. Вы не забывайте, что на сегодняшний день кто что хочет, то и делает в хозяйственной части. Эти факторы могут объединиться. Вот гипотетические. Зеленский на западной Украине начинают полностью борьбу с контрабандой. При Порошенко все эти контрабандисты крупные, руководители имеют лесовики там оружие. Они же просто так уже не сложат оружие. Это один фактор. Второй фактор. Экономика всей страны поставлена на сегодняшний день на воровстве. Будет наводить порядок? Это второй фактор может возникнуть. Третий фактор. Это те люди, которые были на войне, не понимающие. И когда это все объединится, люди захотят понимать, а куда мы идем? Мы что, идем обратно в бубуиновую версию, назовем так, или страну? Естественно, они с этим не согласятся, потому что они жрать, Сергей, захотят. И эти все факторы, они объединяются. Вместо того, чтобы Зеленскому сегодня потихоньку подтягивать тех людей, которые понимают, что такое экономика, что такое развитие, я ж не скрываю этого. Возьми советуйся с Азаровым. Возьми советуйся с людьми, с теми же самыми России. Возьми советуйся с тем же самым батька Лукашенко. Он же закрыл границу не по той причине, из-за того, что у него тупые чиновники. Он подвергает риску целой страны. То есть объективно собрали информацию силовики и сказали, нет, все, надо закрывать, потому что оружие идет потоком, а нам надо спросать людей. То есть там чиновники, они думают за людей. Этот не думает. Этот продолжает стрелять, этот продолжает что-то рассказывать, призывать к каким-то санкциям. Ну и о чем мы говорим? Какие минские соглашения? Все прекрасно понимают, это то, о чем я тебе сказал. Сергей, вот посмотришь, обмена не будет. Подожди, игра еще не закончена. Кто бы там все ни говорил. Но это зависит от фактора непосредственно самого Зеленского и его команды. Гана там вся тупая. Но это факт. Да. Ну смотри, по поводу обмена, тут на седьмое число уже анонсировали, то есть на послезавтра что-то якобы должно быть. Но все ниточки в руках у Виктора Владимировича Медведчука. Медведчук сейчас находится во Владивостоке на вот этом экономическом форуме. И кое-кто уже начинает тихонечко шептать. А вдруг так получится, что завтра, послезавтра, ну образно говоря, Российская Федерация объявит Медведчука своим Гуайдо. Ну вот скажет Зеленский нам никакой не президент Украины. Он узурпатор, негодяй и вообще люди на него обижаются. А вот Виктор Владимирович Медведчук, мы считаем его законно избранным президентом Украины и будем поддерживать Медведчука. И требуем сейчас все, значит, будем активы Украины отбирать, где только можно. Будем помогать, поддерживать. И сконцентрированные вокруг Украины войска, в случае чего, введем на их территорию. Потому что мы поддерживаем законного президента Украины, которым считаем Виктора Медведчука. Сергей, конечно, мечты, мечты, где наша сладость или слабость. Ну, я тебе хочу сказать, Сергей, этого, конечно, не произойдет. В данный момент я вам сказал, что обмен будет, может быть, в сентябре, но он позже. А может и на позже отложиться. Игра идет. Минский формат сам за себя говорит, его не выполняют. Но предложили этот формат, что в конечном итоге сказали. Выполняем те минские соглашения. Поэтому я не думаю, что будет и встреча там нормандская и так далее, пока мы сейчас, потому что идет разношерстность. Следующее. Ну, Сергей, знаешь, наблюдая за этим всем процессом, то, что прописывают Украине и то, что он озвучивает Америка, да, допустим, там по Минскому соглашению, ой, не по Минскому соглашению, потом по Северному потоку, по газу. Потом смотрю, как санкции вводятся против трубы этой, строительства и строителей и так далее. Поэтому я тебе могу одно сказать, что Третья мировая война идет, но она идет в таком, знаешь, в разных форматах, гибридная. И то, что уже сегодня и Россию, и славянский мир не оставят в покое, а в славянский мир входит та же самая Украина. И то, что там это все будет тлеть и специально будут вводить, будем говорить, укол с раковым заболеванием, чтобы Украина все больше и больше разлагалась, потому что это проблемы Украина создает. И Белоруссия, и Россия. Это то, что я и раньше говорил, что скоро пойдет расползание этого всего дерьма. Поэтому в данный момент, Сергей, что бы мы там не хотели, мы к этому и подбираемся. Что надо взращивать своего гуэдо, как назвал? Надо сегодня формировать полностью штаб проукраинца нормального. Надо сегодня, нормального украинца, надо сегодня формировать позицию внутри Украины. Не дадут Медведчуку и его команде работать. Я не хочу беду накликать, но его фракция вот-вот рассыпется. Видя потом, что происходит, именно непосредственно там, и как они лишали депутатов депутатской неприкосновенности, то я все прекрасно понимаю, чем это все закончится. Проблема не в депутатской неприкосновенности. Ты знаешь, я вообще-то в шоке. 20 лет педалировать, снять, 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 а она роли никакой не играет. В Конституции, в законе все четко прописано, как можно депутатскую неприкосновенность снять. Но это ж ишло с Европы. А ранее они кричали, нельзя снимать депутатскую неприкосновенность. Понимаешь, одна палка два конца, назовем так. Вот в данный момент Украину просто-напросто разрывают. Люди, украинцы, Европе не нужны. На что я говорил год назад, мы с тобой говорили. Вот посмотришь, Европа запретит помидоры возить, огурчики, клубничку и так далее. Но вы же этого хотели в 2014 году. В Европу получите. Но вы-то уже подписали с Евросоюзом документы. Вот они вас отымеют. дальше, чем видят. И только вы свои квоты введете, украинцы. Ну, тут начнут они разрывать с помощью Польши Львов, Западную Украину, Венгрию. Ну, вы же подписали. А там же наши земли есть. Если вы заднюю включите. То есть, они не понимают просто-напросто последствий того, что Порошенко, Турчинов натворили для украинского народа. Понимаешь, они в тиски попали. Яички их не зажали и душат, душат. Но, пойми, Россия, Белоруссия придется вмешиваться в этот конфликт. Это неизбежно. И война неизбежна. Просто тот, кто умный в Украине, он либо убежит, понимая, что ему надо сохранить семью, либо будет бороться и поддерживать свой же народ славянский. Против бандершины, против циркачей, против этих паутных нацистов, против Порошенко. Ведь мы когда с тобой до президентских выборов говорили, я четко обозвал. Будут и улучшения, будут и ухудшения. Но сам Зеленский это будет кровавый непосредственно клоун. Его затащили. И я оказался прав. Да, ведь каждый день стреляют. Каждый день погибают люди. Солдаты это тоже люди. Каждый день рушатся дома мирных граждан и раненые. Но об этом Зеленский, если бы он совесть имел, он об этом говорил. Он о мирных граждан не говорит. Поэтому кто он? Руки его засунули в кровь и обмазали. Он уже помазанный этой кровью. И он будет дальше продолжать. Он будет выполнять. А если в данный момент Коломойский не будет выполнять, и как он пытается переговоры вести и с Россией, и с Америкой, и выжидает, кто же победит в Америке. Ну, я вам хочу сказать, это тоже к добру уже не доведет. С одной стороны, якобы, сегодня он выиграл Коломойский борьбу в Украине. А с другой стороны, повернил, он проиграл. Я написал, Донецк никогда не вернется в Украину. Это 4 года назад. И там в статье я написал, вот увидите, Ахметов потеряет все. Порошенко потеряет все. Придет это время. Вот это начало, он политику проиграл, Ахметов. Но думает, что он депутатов купил. Нет, это не та ситуация. Зеленский опередил. Во многом. Так же самое Коломойский. И это все сбудет. Люди, которые участвуют в кровавых сценариях, убивают собственный народ и уподаваются до фашизма, они заканчивают плохо. Знаешь, взлетают к солнышку, близко подлетают, а крылышки потом обграют, а падают, то больно. Вот что произойдет. Только вот в факторе Украины самое страшное, как для человека. Но одни говорят, вот почему ты иногда говоришь, что надо сохранить Украину. Ребят, я хочу, чтобы вы поняли, ни для России, ни для Белоруссии колоть Украину невыгодно. Но звезды-то сходятся, что западная Украина, она рано или поздно уйдет. И это в будущем для развития и воссоединения наших стран, это хуже. Так вот, чтобы этого не допустить хотя бы с минимальными потерями, надо бороться за наши земли и за наш народ. Вот к чему я прозываю. И только мы, славянский народ, можем удержать наши земли. Потому что нам эти земли подарили цари, подарили коммунисты, как бы плохо ни было, Советский Союз. И мы были самой сильной державой, которая противостояла войне. А сейчас баланс сломан. Шарик меняется. Как говорится, все уходит. И если не поймать этот момент, не остановить, то третья, мировая война, неизбежна. И мы ее получим. А вот Украина – это ключик, который открыл эту дверь. Ирак – это ключик. Иран – это ключик. Американцы пооткрывали кучу дверей войны. Донецк – это ключик. И дверь войны открыта. И вот если это все сопоставить, то может произойти определенный срыв, когда мы не сможем это спасти. Все. Она начнется. А сегодня идет гибридное, но страшное. И нас никто не отпустит. Вот к чему я говорю. Объединиться мы должны. Мы должны понять, не жить каждый сам по себе. И каждый должен Мерседесы искать. Мы должны рассказывать. Вот я у Соловьева слушал про эту трагедию страшную, про школу, да? Беслама. И вот то, что рассказывала журналистка, меня это поразило. Рассказывайте детям в школах. Рассказывайте про Донбасс страшную войну. Рассказывайте, как брат брата убивает. Чтоб наше подрастающее поколение слышало, что наши деды нам эту жизнь подарили. Войну победили. Великую Отечественную войну. Вы уж над фашистом. Рассказывайте. И тогда мы должны объединяться. Тогда мы победим. А в рознь мы только проиграем. Поэтому мы сегодня отступаем. Мы уступаем своей земле. И если завтра пройдет рынок земли, землю можно вывезти чернозем. Но на пустыню чернозема они же поставят ракету. И скажут тупо. Это же наша земля. Мы ее купили. Что вы хотите. Вот и все. Да, Сергей? Сергей Валерьевич, ну вот о честности хотелось бы спросить в конце эфира. Вот смотрите. Основатель одной из крупнейших в США программ для излечения от гомосексуализма признался, что является геем. Когда Владимир Зеленский признается, что является Порошенко? Слушай, Сергей, мне, конечно, тяжело на этот вопрос ответить. Но видно, они не признаются. Да? Я могу только единственное вернуться к тем документам. Ты не представляешь, сколько вот в украинской армии появилось вот этих недоносков. Вот этих вот, как я их называю, которые мужчина с мужчиной. Да? Сколько? Я культурно говорю. Валерьевич, мы сейчас не о их половой жизни, мы говорим о том, когда продолжателем дела Порошенко объявят себя громко, официально. Я же тебе хочу объяснить. Но они же обычно долго скрывают, поэтому армия разрушается. Но надо же довести до этого, сказать, что да, я там совокупляюсь с Порошенко и его беру из тафету. Вот грубо говоря так. Но это придет время, это эстафет, я в переносном смысле, Сергей, чтобы правильно меня поняли. В переносном смысле. Ведь его надо до конца долить кровью. Понимаешь? До конца. Чтоб он понял, что он уже не выйдет. Как Порошенко сунули в кровавый этот сценарий. Ты ж посмотри, в парламенте он заявил одно, а Турчинов продолжил, продолжил, раскачивал, раскачивал, пока месь по горло его не влил. И тогда Порошенко завелся. Ах, я уж уже президент. Ну, можно теперь покачать мускулы и убивать своих сограждан. Здесь такая ситуация, когда ему вот так покажут, вот так, листочек. О, дядя Зеленский. Так ты ж, там и ж на тебя, там мы ж все ж имеем. И все. И вот поверь, он пойдет по этой же стези. Но тут много факторов, много, которые я тебе рассказал и зрителям рассказал, которые могут повлиять кардинально на все и изменить настолько, что мы Украину не узнаем. Это будет такое что-то с чем-то, что не узнаем. Вот и все. Алексей Валерьевич, будем ставить многоточие в этом эфире. Встретимся в следующий раз, поговорим о новых событиях. А их там на Украине происходит каждый день. Вагон и маленькая тележка успевает только комментировать и делать свои прогнозы. Вот за этими прогнозами и за обсуждением того, что уже свершилось, произошло, мы к вам и обратимся в следующий раз. Надеюсь, скоро. Мне только, Сергей, жаль, что народ Украины не понимает, что их используют. И приведут страну к страшным событиям. Я понимаю, кто и какие областя уйдут непосредственно в сторону России. Я понимаю, я это осознаю. Поэтому люди должны задуматься, хотят ли они жить в нормальной стране. Вот и все. Спасибо огромное и до скорой встречи. До свидания, Алексей Валерьевич. До свидания. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка. Мы вас ненадолго покинем, чтобы вернуться в студию и продолжить блок прямого эфира. Так что будьте с нами. Пока.